Для Ц-40 была поставлена специализация для больших городов, была сформулирована. Как бы вы описали эту специализацию сейчас и что из обозначенной специализации, ну скажем, может быть приоритетом для Москвы на 2016-2017, до 30-го года? Ну у нас специализация сейчас основная, конечно, уже мы ее озвучили, 2016-2017 год, прежде всего, это могло продолжать отвечать транспортным проблемам. Второе, заниматься развитием общественных пространств. Это два приоритета, которые полностью лежат в экологической плоскости, в экологической сфере. Поэтому вот мы будем в нашем мегаполисе 2016-2017 год работать в основном на бюджетные деньги, помимо социальной политики, которая не будет, естественно, сокращаться, социальных выплат и поддержания, скажем так, инфраструктуры города в надлежащем состоянии, в том числе и системы ЖПХ, все-таки основные приоритеты – это транспорт, строительство метро, транспортно-пересадочные узлы, проект малой и целой железной дороги, более, опять же, перевооружение городского парка на более комфортный, более комфортного класса, развитие, опять же, левого движения, те же самые электромобили, парковки, в том числе, платные, выринчительные какие-то меры. Об этом пока не надо писать, опять отреагируем. В любом случае, все-все-все, вот сегодня было принято решение о том, что мы топливо не ниже евро-5 реализуем, нас изберли. То есть вот весь этот пакет решений должен привести к улучшению состояния атмосферы. Что мы уже в нашем городе наблюдаем и видим, и я надеюсь, что как раз в 2016-2017 год они будут показательными, именно в триломии этой тенденции. Потому что пока еще только 4 года у нас качество воздуха стало улучшаться. Наверное, не такой большой период. Если мы еще все-таки 2 года покажем, после чем, что на протяжении двух лет, что это уже тенденция, эта тенденция, мне кажется, уже будет взята за основу. На самом деле, к 30-му году 30% у автомобилей отвоил вредных выбросов, я бы так сказал. Но это первое. А второе, общественное пространство, никто не снимал их, скажем так, со счетов. Город открылся для людей, открылся для пешеходов, стало более комфортным, более красивым. С этой точки зрения комфортным, я бы сказал, устойчивым, потому что, на самом деле, город, по которому гуляют люди, это уже такой процветающий город. По нему хочется гулять. К сожалению, Москва в середине 90-х превратилась в такой уже не очень благоприятный город. Сергей Семенович это заметил. Я надеюсь на то, что за 5 лет уже много было сделано. С точки зрения реорганизации общественных пространств, но еще планов, я бы сказал, громадьев. Поэтому делать это в любом случае надо. Это и пешеходная улица будет в количестве увеличиваться, и новый облик будут приобретать центральные улицы, валютные магистрали. Опять же, все будет с точки зрения комфорта, чтобы пешеходу было удобно. Нужно было прогуляться и посидеть, и на велосипеде покататься, и какую-то услугу воспользоваться, и что-то посмотреть, что-то полезное узнать, и поиграть, и потанцевать, и послушать музыку, и театр, и в общем, и пообщаться с друзьями. Все это должно происходить в городской среде. Это вот наша основная задача. Тысяча городов. И вы подождите, это вот такое. Нет, сейчас, да. Антон Олегович, вот в этой стратегии до 30-го года. Какой проект самый крупный, и займет наибольшее количество времени по его реализации? Ваш взгляд? Я считаю, что все-таки, наверное, самая крупная транспортная машина, задача, транспортная проблема. Она и по капиталу, и емкость, и самая, наверное, приоритетная, крупная. Потому что, в общем, даже на одностроительственную трубку более 3-го рублей будет выделено на протяжении вот этих лет. Ну и вот она самая крупная. Все остальное, ну, может быть, более мелковато, но важно в любом случае. Потому что, если мы очистим воздух, у нас станет чище сразу и почва, и сразу и вода станет намного чище. То есть мы это четко понимаем. Это все взаимосвязано. Как раз коллега наш, который в докладе, он об этом и говорил. О том, что достаточно взять один выдаем как индикатор, чтобы понять, сколько у нас, какие выбросы в атмосфере основной системы, да, а не в водном объекте. Потому что водный объект, скажем так, засоряет только локальные источники. Здесь более глобальный подход. В принципе, неплохой, но надо его еще как-то подумать, как его применить в системе коммуниторинга, я бы так сказать. Ну все. Спасибо. Движение «Тысячи городов», которое было анонсировано Блумбергом на С-40, а Москва один из тысячи городов. Что в этом движении есть для Москвы? Вы были делегатом на этом движении «Тысячи». Что Москва собирается делать в рамках этого движения? Движение, опять же, снова объединяет крупные города, крупные мегаполисы. На мой взгляд, С-40 или другая платформа будет в будущем. Она в любом случае будет актуальна, потому что, опять, вообще такие известные истины. Более 70% населения Земли уже проживает в городах. И прогнозы, потому что через 10 лет их будет уже за 80%. То есть на самом деле у нас скоро все население Земли будет жить в локальных точках. Конечно, в этих локальных точках это же население, которое там проживает, создает практически одинаковые проблемы. Они отличаются, может быть, от национального менталитета, от истории, от климатических условий. Но в основном они все созвучны. Проблемы всех мегаполисов. Поэтому мегаполисам общаться намного проще, чем страны. Это удивительно, но это так. Страны сидели, извините, сколько, две недели, не могли полградуса поделить в ту или иную сторону. Хотя все четко понимают, что с сотому году поймать полтора градуса потепления, либо два, это, на мой взгляд, даже не будет. Либо шахт, либо потеша, либо осилу, да? Ну, конечно. Хорошо. А если вот с помощью на C40 поднимался вопрос аренда электромобилей, и буквально на арбанистическом форуме Максим Аликсутов поднимал вопрос о каршеринге электромобилей, вы говорили об аренде электромобилей и бесплатной стоянке для электромобилей. Можно ли считать электромобили каким-то трендом нового климатического формата? Или это пока такая вот любимая игрушка забава? Я бы сказал, что это тренд экоформата, и совершенно не уверен в том, что, скажем так, в нашем городе, даже если произойдет электромобильный бум, который мы прогнозируем в 18-20-е годы, мы сейчас создаем активную зарядную инфраструктуру. Как только она будет создана, если экономические условия в стране улучшатся, и, скажем так, доходы населения будут расти, то уже появятся, опять же, модели, которые будут более доступны, чем сейчас. Сейчас их всего две на российском рынке, сертифицированных. Пробег минимальный, то есть до 100 километров можно проехать. И стоит он, извините меня, как нормальный среднего класса автомобиль с бензиновым двигателем. Конечно, единственное, бесплатная парковка пока еще не совсем, наверное, нам увеличила количество продаваемых электромобилей на московском рынке. Поэтому я не говорю, что в Москве будет какая-то революция за счет этого, но постепенно, постепенно, в любом случае электромобиль, мне кажется, может, к 30-му году их будет 20% от общего парка. Это тоже будет уже неплохо. Блумберг говорил о том, что необходимо большие города разбивать на микро-микроучастки, которые бы отдаленно напоминали деревенский быт, он называет это японской моделью. Насколько это похоже на утопию или это действительно готовый проект к применению, ну, хотя бы вот сегодня первый шаг, завтра второй шаг, то есть как долгосрочный проект? На мой взгляд, Америка вообще уже развивается давно по тому пути, мало у них многоэтажка живет, народу в основном, конечно, это маленькие города, опять же, которые, ну, как, у нас называются коттеджные поселки, но в том числе с применением сельскохозяйственных какой-то функций, в любом случае, это все как бы происходит. Я совершенно не против, но я думаю, что тут живут пенсионеров у городских, те люди, которые выходят на пенсию в городе, допустим, ты живешь в центре, в деловой часть, когда ты выходишь на пенсию, ты можешь, на мой взгляд, совершенно спокойно переселиться на периферии города, как раз делать такие вот какие-то эко, наподобие эко-поселения, эко-деревень для того, чтобы возделывать труд, опять же, может быть, не для того, чтобы даже себя прокормить там и свою семью, а для того, чтобы не выпадать, скажем так, из этого социального лифта, заниматься какими-то, опять же, вопросами, просто это полезно для здоровья. Есть такой опыт, я читал, скажем так, статью, чернобыльцев в свое время поселили в Архангельской губернии, дали им землю, сделали такую эко-деревню, ну, основная задача была, что они сами возделали землю и ели то, что выращивали. И еще многие люди, на самом деле, дожили еще до наших времен, и со здоровьем у них все в порядке. Вот в этом смысле я бы этот вопрос бы рассмотрел именно для пожилого поколения, потому что сказать, что молодежь у нас будет активно этим заниматься, ну, в городе на самом деле есть чем заниматься молодежи, много предлагается различных, опять же, видов, заработков, поэтому я думаю, что все-таки это больше уже подойдет, эта идея хорошо ляжет на людей пожилых пенсионеров, ну, в моем мнении, хотя утопии я это не считаю. Почему Куркино, как Экоград, не получился? То есть, в чем были ошибки при строительстве Куркина и его проектировании? То есть, изначально же мы все не помним, когда говорили о том, что это было... Ну, мне кажется, вы просто поймали рекламу какую-то у нас очень модную, еще в те годы, когда Куркино только строилось, это вообще, наверное, была одна из самых модных тем, Экодеревня, Эко, появилась приставка. Поэтому, скорее всего, больше была рекламная акция, чем задумка архитекторов и основателей этого квартала. В принципе, квартал, конечно, чем-то отличается от общих, московских таких, от общепринятых, но ничего в этом удивительного нет, он все-таки построен в конце 90-х, начале 2000-х. Уже должна была мысль, в том числе архитекторов, как-то в городском планировании, должна была куда-то переместиться. А то, что не получилось, я думаю, что просто не было задачи такой, не было заложенных изначально. Потому что, если что-то закладывается, как основная идея, основополагающая, у него уже потом, как на стержень, нанизывается все остальное. Здесь, мне кажется, первичная была все-таки не экология. Экология просто прилипла для увеличения стоимости продаж и для увеличения их количества, на мой взгляд. И вот еще крайний вопрос про оппоненты Парижской экономической конференции. Основной их аргумент, они говорят о том, что экология – это игрушка для богатых, и она недоступна бедным славям населения, бедным странам, бедным городам, бедным микрорайонам и так далее. То есть, что бы вы ответили этим оппонентам, как участник Парижской экономической конференции, всяческая ссора? Ну, я бы сказал, легкие ноздри, обоняние, осязание, и все, что присуще человеку, есть как у богатого, так и у бедного. Поэтому в этом смысле разделять атмосферу земли, что вот здесь атмосфера для богатых, а здесь для бедных, либо леса, либо моря, либо проблема, да, вот ты богатый, ты решай, да, проблема земли, спасай ее, да, я бедный и не буду этого делать, потому что мне не досуг, мне бы прокормиться. Согласен, такая точка зрения, она существует, и некоторые страны, опять же, мало развитые, скорее всего, они ее выдвигают, да, как некую разменную монету, как аргумент. Мне кажется, вот для будущего, опять же, человечества, вот эта вот мысль, она на самом деле утопическая. Мы должны все четко понимать, всегда, во все времена, было расслоение людей. Нам Господь Бог так определил, как только кто-то придумал деньги, богатство, появились богатые, появились бедные, но это не значит, что, если, допустим, случаются войны, да, ведь воюют же все, от малого велика, поэтому здесь вот, если есть общая проблема планетарного масштаба, неважно, бедный ты или богатый, мне кажется, здесь надо уже мозги просто переключать на другую категорию. Равнодушен ты, либо неравнодушен, что ты можешь сделать, что не можешь сделать. И тот, и другой человек может сделать многое. Богатый больше, наверное, потому что у него возможности больше сделать что-то полезное, бедный меньше, но все равно. Погиб.